Одна из примет наступившего лета в любом городе – велосипедисты. Другая примета – кража велосипедов. Валентина Чибичек узнала у сотрудника полиции, как защитить железного коня от угона. Сергей Николаевич – подполковник полиции. Уже 13 лет он работает с детьми и подростками, с теми, кто не прочь взять чужой велосипед и прокатиться. Каждую неделю к нам приходят и пишут заявления граждане, что у них пропал велосипед. И в основном, как я еще хочу раз повториться, что велосипеды, они сами халатно относятся к своему имуществу и оставляют в доступном месте. С начала весны, когда на улицу вышли первые велосипедисты, в полицию поступило 16 заявлений об угоне. По словам подполковника, расследование по таким заявлениям проводят каждое лето. Большая часть угнанного транспорта возвращается, так что опыта сотрудникам полиции не занимать. А почему люди продолжают оставлять на виду свое имущество, они понять не могут. По статистике ОМВД чаще всего пропадают велосипеды, оставленные в подъезде и у подъездов. Набродушные хозяева оставляют их неприкованными и лишаются своих железных коней. Молодой человек, это ваш велосипед? Угнать ваше транспортное средство могут даже в дневное время. Наринмарские угонщики – это подростки и дети. Угнанные велосипед они используют как игрушку, покатаются и бросают в другом конце города. Не продают, не разбирают на запчасти. Угона можно избежать. Сегодня на рынке велосипедов существует большой ассортимент защитных средств. Кража велосипедов, как и любого имущества, уголовно наказуема. На прошедшем заседании расширенной коллегии ОМВД озвучили статистику. Половина всех уголовно наказуемых преступлений против собственности. В данной ситуации, как уже неоднократно говорилось, мы отмечаем высокую степень вективного поведения потерпевших, отставляющих свое имущество без присмотра на улицах, подъездах и иных общественных местах. Учитывая сезонность некоторых видов краж, управлением были организованы и проведены специальные профилактические мероприятия, ориентированные в большей мере на жителей округа, халатно относящихся к сохранности своего имущества. Регулярно Управление внутренних дел выпускает брошюры, бюллетени, размещает объявления в подъездах жилых домов и средствах массовой информации. Несмотря на это, велосипеды продолжают пропадать. Если с вами случилась такая история, нужно незамедлительно написать заявление в полиции, а лучше внимательно следить за своим добром. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал Север.